Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Меня зовут Рубен, я с большой радостью хочу поприветствовать наших дорогих подписчиков, конечно же, гостей. Ну и как всегда, друзья, я приглашаю вас устраиваться поудобнее, приготовить все самое вкусное. У нас будет, ну, немаленький ролик, вы прекрасно понимаете, да, посмотреть дом, тем более вот такой красавец, такой огромный, в двух уровнях. Друзья, это займет время, ну, может быть, минут сорок, может быть, часик, друзья. Чтобы вам это время не почувствовалось, как говорится, скоротать его как можно быстрее, поможет чаек, кофеек, тортики, плюшечки, вкусняшки и так далее. Так что приготовьте, друзья, как говорит шеф, ставьте на паузу, подносите вкусняшки и давайте смотреть. Немножечко, немножечко введу вас в курс, где находится этот дом. Дом у нас находится в городе Курганиск. Большой город, около 50 тысяч населения, ну, как большой, понятно, тут и станицы 46 тысяч есть, да, вот. 48 тысяч населения в этом городе, более 15 крупных предприятий, 7 школ, 14 детских садов, художественная, спортивная школа, музыкальная школа, аптеки, железнодорожная станция, автостанция, магазины, рынки, парки. Рядом, кстати, недалеко поликниника, стоматология, ГАИ, друзья, если что, тоже поблизости находится. Так что, в целом, город большой, работу найдете 100%, вот, то есть, понятно, что многие говорят, ой, я там хочу по 100, по 300 тысяч, ну, езжайте тогда в более большие города, да. Здесь такой тихий, приятный городок, а сам дом находится в таком спальном районе. То есть, вот эта улица, на которой я сейчас нахожусь, где, как говорится, этот дом стоит, она такая, ну, проезжая чисто для своих. То есть, как бы, она не проезжая полностью, то есть, чтобы через нее проходили, там, грузовики и так далее, и так далее. Ну, вот, для своих вполне достаточно. То есть, здесь даже детям, говорит, ну, вот, собственник делится, даже детям, очень, говорит, удобно играть, чувствовать себя здесь комфортно. Не задавят, не передавят. До города Краснодар у нас 167 километров, до Черного моря 230 километров. Сразу скажу, друзья, здесь, с этого города можно, как говорится, проехать на все направления. И направления Махачкала, и до Лобинска доехать можно, до Армавира доехать, наоборот, там, Краснодар. То есть, как бы, место довольно-таки хорошее. В плане разъездов, пожалуйста, железнодорожная станция, автостанция, это плюс в чем в том, что, допустим, если у вас родственники, ну, например, там, где-нибудь на севере, да, очень удобно. Ну, раз, приехали сюда напрямую, поезд приехал, и, как говорится, и отсюда также можно уехать. Так что, друзья, вот такие плюшки у нас есть с городом Курганинск. По дому, друзья, значит, смотрите, дом у нас в двух уровнях. Он у нас кирпичный, основание, это фундаментные блоки, ну, понятно, бетонная лента, подушка, это все понятно. ФС-ки, блоки, вот, межэтажные перекрытия, это у нас плиты бетонные, тоже, тоже хорошо. Я прошелся по всему дому, так, собственник переживал, показал мне какую-то малюсенькую паутинку, я сам ее даже не увидел вначале. И вот, говорит, вот она, трещина, я, ну, так, посмеялся от души, потому что, на самом деле, друзья, здесь, ну, вот, нельзя сказать, что есть какие-то трещины. Дом очень капитальный, и это самый большой плюс, друзья, на что хочу обратить ваше внимание. Когда дом хороший, тогда не жалко влупить деньги в мебель, там, в аппаратуру, там, во что угодно. То есть, как бы, здесь можно жить, наслаждаться, причем большой семье. Почему большой? Потому что на первом этаже у нас такая просторная кухня и гостиная есть, есть кладовая. А вот на втором этаже, самая-самая такая жизнь, там зал и целых четыре спальни. То есть, пожалуйста, санузел там, ну, в смысле санузел, ванная, туалет, они раздельные. Балкон прекраснейший, есть возможность сделать террасу. То есть, друзья, я когда сейчас начну показывать, я уже не буду задерживать, а то тут подкормил вас, как говорится, да, натравил. Вот, сейчас быстренько пойдем посмотрим дом. Последнее, что хочу упомянуть в самом начале, это то, что в описании к этому ролику обязательно будет указана стоимость дома, его площадь, площадь земельного участка и, друзья, телефон собственника. То есть, никаких посредников. Звоните, напрямую задавайте все вопросы, которые вас интересуют. Можете поторговаться, собственник говорит, я не холодильник, там подвинусь, там, как говорится, все в порядке. То есть, без проблем, разговаривайте, узнавайте. Может быть, из-за того, что куча всего, много различного, много плюшек, да, вот, я могу что-то где-то упустить, друзья. Но я постараюсь максимально сделать полезный обзор. Все, друзья, не буду вас задерживать, поехали смотреть дом. Ну вот, друзья, вторая часть марлезонского балета. Приступаем к самому интересному, самому вкусному. Вот он наш домик. Еще раз напомню, что у нас получается бетонная лента в фундаменте, дальше блоки ФС, вот, межэтажное перекрытие бетонной плиты, сам дом из кирпича, белый кирпич, вот. И крыша у нас шифер, водосток у нас, по-моему, там оцинковка, да, да, везде водосток, это, конечно, замечательно. Дом у нас в двух уровнях, в двух этажах, как по-разному можете называть. Подъезд к дому у нас выложен плиткой, это замечательно. Ворота металлические, распашные и такая же прекрасная калиточка. Есть звонок, есть почтовый ящик. По бокам у нас вот такие прекрасные туи, я чуть-чуть задел машиной. Как только выхожу, такой аромат хвои, это просто бомба. Вот, мне очень понравилось. Дорога, которая подходит к дому, она у нас гравийная. Если до асфальта, если выехать к ближайшему асфальту, то 550 метров, вот отсюда. То есть вот так вот, район спальный, еще раз хочу обратить ваше внимание, чужие здесь не ездят, то есть проезжают только, то есть не проезжая улица, а проезжают только те люди, которые здесь живут. Это большой плюс, то есть, как говорится, детишкам все-таки поспокойнее здесь играть. Граница у вас, получается, сейчас покажу. Так, вот, вот столбик, вот этот столбик, вот он, видите, вот здесь вот граница. Вот так вот, вот это правая граница вашего участка. Пока-пока здесь рядышком, все показываю, друзья. До поликлиники, до ГАИ, до ближайшего магазина, вот в эту сторону можно проехать, ближайший магазин, сказали, 700 метров. До школы 10 минут ходьбы, до детского садика, вот, ну, мне так сказали, минут 15-20, если мама сама пешочком будет идти с ребенком, не спеша, спокойно дойдут. Оптоволокно я вам показал, столбы, вот они проходят здесь, есть, то есть подключить можно. В доме у нас, кстати, телефонный кабель есть, то есть можно и по телефонному кабелю, как говорится, получить доступ к интернету, но, друзья, обращаю ваше внимание, сейчас есть возможность именно скоростной подключить, конечно, это гораздо лучше. А левая граница, сейчас покажу, друзья, так, вот она здесь, вот по этому столбику. То есть вот это все ваша придворовая территория. Так, с той стороны, наверное, покажу, там есть сливная яма, точнее, неправильно я выразился, друзья, септик, полноценный септик, даже из трех отсеков, то есть переливная канализация для твердого, для жидкого и еще для чего-то, на всякий прожарный. Вот, с этой стороны подойду, покажу, вот видите, отдушина есть, вот там вот люки, то есть это все переливной, где-то здесь, он говорит, еще третий, третий отсек есть. Яма, говорит, очень большая, все выложено кирпичом, бутовым камнем, то есть все сделано так, что она, говорит, ни разу, никогда не заполнялась, и он дает гарантию, что она не заполнится. Вот, то есть большая семья, еще раз говорю, может здесь спокойно проживать и не беспокоится о канализации. Вот так вот выглядит подъезд. Здесь две машины могут встать легко, вот одна сюда, одна сюда. Ну, чуть-чуть можно подрезать вот эти ветки. Ну, и вот тут вот такая красота у вас растет на входе, смотрится, конечно, божественно, вот, красиво. О, и грибочки на ужин есть как раз. Так что, вот так, все прелести у вас, друзья. Ну что, вперед, давайте посмотрим. Звоночек есть, мы не будем беспокоить хозяев, они и так напуганы, я им сказал, сидите дома, не власть, а понял. Я говорю, да, хорошо, хорошо. Все, заходим. Кирпичный забор, очень хорошего качества. Вот, пожалуйста, тут уже и качельки, и карусельки. Вот, главное, главное, друзья, вы, наверное, сейчас спросите, что же такая хорошая корова и продается. Друзья, смотрите, как мне объяснил собственник, я говорю, слушайте, ну действительно, ни одной трещины, столько комнат, все прям, м-м-м, песня. Он объясняет, говорит, понимаешь, строил как бы с расчетом, что дети здесь будут жить. Дочка уехала чуть ли не в Воронеж, то есть сын другую в степь, вот, поэтому, говорит, что, что нам вдвоем с женой куковать вот в таком дворце огромном. Поэтому мы, говорит, и решили продать этот дом. Вот вся причина, почему продается дом, не из-за каких-то косяков. Собственник мне очень понравился, я даже не пытался у него там ничего говорить, он сразу там, вот этот минус, вот этот минус, то есть я расскажу вам, друзья, но в целом, честный человек, вот это мне понравилось у него, то, что сразу говорит, вот здесь, то есть приедет, говорит человек, да я ему сразу объясню, там, вот это, вот это, вот это надо сделать. Вот, как бы цокольный этаж или первый этаж, ну, друзья, я не буду сейчас сосредотачиваться на этом. Сделан вот такой вот горный камень, то есть специально человек заказывал, и вот такая прекрасная отделка. Посмотрите, высота большая, все это сделано, вот такие переливы от желтого к бордовому, смотрятся прекрасно, очень красиво, очень оригинально, приятно. Вот такая вот отмостка, все пролито, забетонировано, ну, тут где-то метр будет до, как говорится, забора с соседями. Сразу хочу обратить внимание на забор, видим, основание тоже пролито бетоном, да, и он металлический, и шифер, шифер, гладкий, азбистоцементные листы, их по-разному называют, ну, гладкий шифер в простонародье. Вот такой забор у вас с соседями. С соседями, сразу спросил, я говорю, признавайтесь честным, пока не достал паяльник, как соседи? Они говорят, соседи очень и очень хорошие. Что с этой стороны? Что с этой стороны? Говорят, вообще соседи очень хорошие. Не пожалеете, не говорят, никогда не было, чтобы там какие-то минусы, там, с их стороны, никогда. Здесь, кстати, вот такой вот небольшой навес, тоже с водостоком, вот. Высота на въезд в гараж 1 метр 72 сантиметра. Знаете, откуда такая точность? Я даже дальномер лазерный не доставал, потому что я ростом 1 метр 72. И как раз, когда захожу вот здесь, прям ровненько, ровненько стою, и аж чувствую уже, как говорится, да, волосами дотрагиваюсь. Вот здесь у нас вот такая вот красота, друзья. Я, собственно, неку, сказал, что Магариш с тебя, вот, квадрокоптером все будем снимать, Магариш с тебя в конце, чтобы здесь было кофе. Попьем, посидим вместе, пообщаемся. Говорю, хорошо, без проблем. Вот такая красота, друзья. Посмотрите, как. И вот таких мест, где вы можете сидеть, наслаждаться, отдыхать, здесь очень много. Здесь вы кайфонютите. Во-первых, тихое место, еще раз говорю, спальня, район. Во-вторых, есть и балкон прекраснейший. Есть возможность сделать шикарнейшую просто террасу. Я говорю, у меня уже слюнки этикут просто. Были бы деньги, с удовольствием купил бы. Водосток везде есть. Центральный вход у нас, друзья, вот с этой стороны, вот она, лестничка. Но отсюда есть вход в дом. Вы думаете, а что это за дверь, друзья? Ну, давайте покажу. Потом пойду весь участок показывать. А здесь, как говорится, сейчас свет включу, одну секундочку. Подлестничное пространство, чтобы оно не пропадало, собственно, говорит, я тут все забетонировал, вот, и это у меня как-то небольшая кладовая. Все. Хломушник. Да, хломушник. Вот как одна собственница сказала, мне так понравилось это слово. Теперь оно у меня постоянно в обиходе. Хломушник. Вот они, ворота распашные, калитка довольно-таки широкая. Вот самый толстячок, и то пройдет легко. Весь двор у нас забетонирован, сделано все так, чтобы вода стекала и утекала вот так под воротами туда. Идем дальше. Вот они у нас ступеньки. И вот он центральный вход. Собственник говорит, что мы им не пользуемся. То есть мы как-то вот нам, он говорит, вся жизнь у нас проходит в кухне, мы сидим, смотрим телевизор, кушаем, общаемся. Она просторная, кухня-гостиная, поэтому, говорит, мы этим входом не пользуемся. Но, пожалуйста, можно очень легко, как говорится, скажите, освоить его, да, то есть сделать его центральным входом. Все открывается, все работает, никаких проблем. Слева, друзья, у нас тоже забор, видим, из гладкого шифера. Это забор с соседями. И вот такая вот островная зеленая зона. Тоже туи, тоже красиво. Еще раз говорю, вот этот запах хвои. И, собственно, говорит, «Знаете, когда, говорит, приходит зима, листья опадают все, а у меня тут красота зеленая». Вот. Стены, друзья, я просмотрел, но не увидел я здесь трещин. Там под окном паутинка какая-то вот с той стороны и все. То есть, собственно говоря, здесь все настолько капитально, то есть здесь никаких трещин по стенам я вообще не вижу. Может, я слепой, друзья, но, не знаю, посмотрите сами. Здесь все чисто, аккуратно. Вот. Никаких признаков там, что-то, да, трещит по швам, просадка угла и тому подобное. И вот такое вот, как бы, оформление, такое, диким камнем, горным камнем, как мне сказали. Что у нас здесь, друзья? Здесь у нас промежуточная труба, выходит канализация, то есть если что, прочистить, пожалуйста, можно отсюда. И вот этот шланг, это тоже выходит труба, то есть можно открыть и там полить деревья, как говорится, помыть двор и тому подобное. То есть это водичка для того, чтобы вы могли, как говорится, чтобы у вас всегда ту и зеленую были. Вот так вот, коротко. А по воде, друзья, кстати, у нас здесь две скважины, то есть вода у нас здесь не централизованная, у нас две скважины. Одна скважина на дом, другая скважина на полив. Я обратил внимание на растения, то есть, ну и сам собственник, видите, он говорит, я прежде чем пользоваться скважиной, я пошел, сдал воду на анализ. Мне сказали, что очень хорошая вода для питья, пожалуйста, можно употреблять. После этого, я говорит, ну, не было смысла просто-напросто проводить центральный водопровод. Вот. Вторая скважина, вот она там, для полива, ну, даже по деревьям, друзья, видно, что они здесь не болеют, да, то есть, вода без солей, без чего-то такого, что будет влиять на сами растения. Малина, говорит, ну, простите нас, собственно, ходил, тут каялся мне, ну, не успел я ее почистить, обработать. Я говорю, да ради бога, люди все равно все сделают, когда купят. Что вы дергаетесь? Виноград, друзья, свой виноград, хороший виноград, есть и белый, есть и темный, винный виноград, пожалуйста, смородина здесь у вас есть еще, в той части у нас ежевика, здесь у нас вот такое грушевое дерево, пожалуйста, в августе, говорит, все уже, как, забыл, там про рощу, отшумело, не отшумело, роща золотая, что такое, ну, короче говоря, весь, весь уже урожай собрали. И вот место для террасы, друзья, посмотрите, насколько это большое пространство, тоже все забетонировало, забетонировано, он, собственно, говорит, я хотел здесь вот так вот убрать, это все вот сделать, закрыть, сделать такую красивую летнюю кухню, чтобы можно было здесь сидеть, отдыхать, мангальную зону придумать, там что-то с камнем и так далее. Но еще раз, он объясняет, говорит, у меня уже есть дом для нас двоих, то есть мы уже построили дом, все сделали, то есть этот дом, он слишком большой для нас, именно с этой целью они и продают его. То есть он говорит, у меня уже есть дом, мы сами на чемоданном настроении, вы действительно, я зайду, вы посмотрите, там большая часть мебели уже перевезена, продана, дом полупустой стоит. Вот. Это вот как раз проход, я говорю, по ширине где-то метр, и водосток тоже есть, видите, вот так вот спуск идет вот сюда, то есть вода у вас будет от фундамента отходить, то есть она не будет здесь находиться. Вот такая огромная территория для террасы, друзья, вот просто подключайте свою фантазию, как здесь можно все это обшить, аккуратненько закрыть, и пожалуйста, наслаждайтесь здесь, как говорится, шашлычками, наслаждайтесь общением, хотя еще раз говорю, то, что находится поверх этих плит, а именно такой вот балкон, нет, не балкон, лоджия, если правильно сказать, лоджия, потому что, хотя нет, он же выходит за пороги дома, все, да, кайф, балкон, там тоже прекрасно, там в кайфанете, я зайду обязательно все покажу, отсюда также вот можно с гостиной выйти сюда, то есть если захотите резко на участок, свинтить, пожалуйста, здесь это все для вас, бетонная, залита бетоном дорожка, дорожка ровненькая, то есть плита не гуляет, идти будет очень удобно, что у нас здесь есть, ну, вот она скважина, смотрю, и ручной привод есть, если что, покачать воду, вдруг отключат, или элистричество, здесь у нас вот можно почистить грязь с участка, вот такой виноградный куст, раз, два, три, три виноградных куста здесь, вот она у нас, это яблонька, прям вот по листям, даже смотрите, они не болеют, хотя, я понимаю, дожди влияют, да, после дождей опрыскивать надо, но в целом, вот, мне все понравилось, вот тут какой-то жучок поселился, весь хрен слопал, черешня, большое дерево, вот, что у нас еще, давайте тут, похожу, посмотрю, вишня, вот это не знаю, друзья, что это за дерево, вот, по листочкам трудно мне определить, вишня, вишня, яблоня, 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 три яблоньки, с этой стороны грушу я вам показал, кстати, друзья, вот забыл обратить ваше внимание, что все для полива уже у нас есть, то есть голова ваша болеть не будет, приедете сразу, вот и щевелек у вас есть, и петрушечка к вашим услугам, как говорится, бонусом петрушка, смородина, смородина, виноград, инжир, инжир, вишня, абрикоса, друзья, то есть, ну, деревьев здесь тоже, как бы, немало, достаточно, ну, и видите, большая территория, можете разбить сад, можете, огород, можете там, свою картошечку, чтобы молоденькую, ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот так вот, сейчас сам, от асфикции помру, клубника, захлебнусь, вот уже почти, ежевика, персик, здесь у нас курятник, я пройду, обязательно покажу, здесь у нас, ну, как, как полагается, друзья, на Кубани, туалет, ну, туалет капитальный, из кирпича, туалет и летний душ, сейчас, все с освещением, видите, друзья, таданс, таданс, не, здесь лампочка, напала смертью, а где лампочка здесь, лампочка не вижу здесь, ну, ладно, друзья, не будем о грустном, где-то я ее потерял, все выложено плиткой, здесь сток идет, тоже яма, довольно-таки, большая, собственно, не заполнится, если что, насосом это все выкачивается, не проблема, тут у нас шифер, все в хорошем состоянии, пожалуйста, просторная комната, что у нас здесь, здесь у нас туалет, о, о, здесь лампочка есть, там, видимо, кто-то украл уже, шифер, и все тоже выложено, все плиткой, вот такой вот, можно поставить унитаз, если захотите, вот, а можно так, так вам попроще, все, окошко есть, дерево в хорошем состоянии, все, давайте я его прикрою, вот так вот, и выключим, раз, и два, так, давайте покажу огород, вот так вот, панорамой, мне нравится, мне нравится, очень-очень нравится, вот инжир, два таких здоровых куста, вот это уже у нас, получается, граница с соседями, тоже видим сетка рабится, но весь забор, он полностью пролит бетонно, бетоном, и металлические, металлическая конструкция, это у нас, наверное, лестничка заливать, да, туда, ну, шланг можно прокинуть, трубу, без проблем, так, все, здесь у нас тоже отмостка есть, вот тут вот, только трещинки в отмостке, и все, так, дорожка в целом хорошая, здесь, собственно, не говорит, раньше держали уток, вот, сейчас все убрали, чисто, видите, да, там, стройматериалы, деревяшки, там, шашлычок, и тому подобное, освещение есть, так, так, а, быстрее всего, там включалось, вот это вот, а я думаю, ну, правильно, зачем в душе свет, ночью ж не моемся, вот, верно, так, ладно, не будем о грустном, дальше у нас, друзья, место для выгола кур, это у нас курятник, я сейчас обязательно его покажу, он такой цивильный, пятизвездочный, как говорится, гостиница для курочек, вот тут у нас ежевика, еще не поспела, даже, надо же, это, видимо, поздние сорта, вот, вот, дальше у нас граница с соседями, сама постройка кирпичная, под навесом, навес, видим, металлическая конструкция, дальше деревянные балки, и шифер, а здесь у нас вход в курятник, вот, я же вам говорил, что это все элитная постройка, вот, заходим, вот, пожалуйста, просторно, просторно, как бы, такая, хотел сказать, комната, ну да, кстати, друзья, если что, если переоборудовать эту комнату, можно сделать баньку, не комната, пространство, если переоборудовать здесь все, можно вот здесь, допустим, у нас парилку можно сделать, тем более, ну и печку можно поставить, хотите здесь, хотите здесь, ну вот, лучше здесь, фу, лучше печку здесь, а вот здесь как раз, как бы, скамье, а вот это как предбанник будет, то есть здесь все необходимое, и душ можно сделать, то есть по высоте позволяет, вот, я сейчас сюда прохожу, в самую нижнюю точку, по высоте будет где-то, метр восемь с метр девяносто где-то так все тут лампочку уже отжила о вспомнил отговорила роща золотая а я бездарь давно не читал все закрываем выключать выходим сейчас иконочка друзья курок курочек у нас нету но если что захотите держать пожалуйста не захотите еще разгар можно и под баньку все друзья вот такая красота у вас есть позади дома ну что осталось самое сладкое дом пойдемте пойдемте посмотрим что у нас есть еще раз говорю вот тут балкон это просто красота я обязательно вот с этой стороны может быть смотреться еще не очень так хорошо да а вот с той стороны виды просто прекраснейший идем куда идем на спид . большой большой секрет так два уровня я вам объяснял на первом уровне у нас находится небольшая кладовая гараж кухня столовая да и такая гостиная большая просторная комната вот ну начнем как всегда с гаража заходим гараж я включаю освещение сейчас друзья здесь у нас есть свет раз два три три лампа вижу как минимум если кому-то тускло можно сделать большие лампы дневного света гаража реально огромные друзья то есть мы даже собственником так спорю говорю если вот сейчас вот это вот барахло убрать две машины зайдут как за здрасте это вход у нас в дом то есть сразу в кухню попадете если отсюда пройдете отсюда мы кстати и пройдем полу нас здесь забетонированы вот как я вам берем межэтажное перекрытие у нас плиты вот место море освещение розетки войны тут у нас это все друзья с вашего участка понимаете да то есть как говорится покупать в магазине ничего не будете газ-класс здесь есть свой со своего винограда мастерская спокойно розетки есть тут море всего как бы я смотрю из вашего участка вот груши какие они огромная мамочка родная больше кулака и вот смотрим есть стеллажи насчет стеллажей друзья а собственно говорил что один из них по моему он забирает вот там часть составит все что касается мебели аппаратуры и так далее звоните спрашивайте что будет оставлено он вам все с удовольствием расскажет потому что я это все поверьте не запомню отдушины есть для вентиляции вот они блоки фс видите да вот они здоровые здоровые блоки то есть весь получается да весь гараж этот уровень выложим блоками стены ну и тут самое главное друзья есть выпивка есть закусончик то есть на самом деле мы же не знаем что там дальше будет там с нами да сейчас кое-кто по кое-кому бомбанет здесь можно спокойно укрыться это я печальные сразу планы до воплощая в жизнь но на самом деле здесь можно спокойно укрыться потому что реально блоки фс ки плиты то есть это все выдержит хорошую нагрузку пожалуйста ну за гараж я вам все рассказал кстати там тоже вот свата вентиляционное отверстие есть два и два штуки целых и мы с вами заходим в дом заходить буду именно через гараж потому что помните мсков там за 3-го нас так самом начале мы с вами попадаем в кухню столовая большая просторная комната сейчас наверное все сказали ну-ка рубик доставай свой дальномер покажи что по площади да как у нас обстоят дела по площади смотрите по длине у нас получается 5 метров 60 сантиметров по ширине 4 метра и того 23 практически квадратных метров друзья я обращаю ваше внимание что здесь еще лестница то есть там тоже пространство есть но чистой такой свободной площади 23 квадрата друзья здесь можно как я шучу балетную школу открывать то есть на самом деле территория до площадь достаточно большая вот оно место где собственники сидят общаются там ля-ля-ля гостей встречают вот такие розочки приятные красивые то есть очень уютно очень приятно смотрится конечно замечательно вот эта часть стены она у нас получается отделка сделана из доски и здесь у нас вот смотрите да прячется кладовая вот она здесь у нас находится насос то есть вот скважина как раз 9 метровой по глубине вот она выходит здесь здесь поставлен насос также есть фильтр на самом деле я открывал воду я не могу сказать что шум был такой что там и так далее нет слышно было но вообще на слух слух не резала не мешало как говорится нельзя сказать что неприятно если что друзья есть система даже она более современной которая но гораздо тише работать подлестничное пространство у нас тоже как говорится используется видеть кастрюльки там все что необходимо пожалуйста здесь он там закрутки взяли на первое время что десять раз туда занимается и вот насосная станция все закрываем освещение есть что у нас далее по комнате ну давайте скажу для начала высоту потолка замеряю 2 метр 37 сантиметров 237 по гарнитуру друзья собственник гарнитур буду забирать вот на всякий случай я просто объясню вам где что расположен счетчик мы видим здесь отделка плитка ну вот то есть вот этот экран у нас есть да то есть вытереть брызги будет очень легко и просто варочную панель духовой шкаф электрический здесь у нас колонка для нагрева воды вытяжка собственно договоримся если что там ну оставлю даже то есть еще раз говорю мне в нем в этом человеке понравилось то что он такой не знаете твердый куне сойду с пути и вот буду и все вот вода на пол на пол очень хороша выключаем вот звук то есть сейчас есть насосы вот с большими баллонами туда закачивается заранее вода и шуметь он будет гораздо меньше если что место для холодильника для телевизора для печки то есть часть гарнитуры у нас здесь расположена давайте с этой стороны покажу вам площадь он я забыл про окно сказать ну сейчас дойду до него обязательно вот такая большая территория то здесь вообще можно какой-нибудь большой стол и уголок даже поместится еще побольше подсветка есть ну шкафы понятно дело еще раз говорю на гарнитуре пока не сосредотачиваю внимание хотя может договоритесь и он здесь останется здесь у нас получается окно деревянное двухсекционной открывается и форточка и само окно кстати здесь видим стоит решетка чтобы всякие всякие там нехорошие люди не могли проникнуть ваш домик газовый счетчик опломбирован и вот такая вот красота это кухня потолок у нас пошпаклеван покрашен это лестница на второй этаж все друзья пойдемте смотреть еще одну очень большую просторную комнату это у нас да я кстати забыл сказать что здесь что здесь полы бетонная стяжка вот здесь конкретно линолеум постелен и ковролин здесь также линолеум и ковролин все заболтался так это у нас большая большая при большая гостиная друзья вот такой вид она имеет даже с фонариками вот что у нас по площади замеряем по длине 6 метров и по ширине у нас 567 34 с половиной квадратных метров вся 34 с половиной высота потолка все то же самое место для мебели розетка кстати вот вижу есть тут домашний кинотеатр котел по котлу собственник говорит что у него выходит самое холодное время 1000 1200 кубов газа максимум что протопить весь дом он говорит желательно конечно систему отопления поменять на более современную тут говорит вот эти трубы и было бы здорово конечно радиаторы поставить чтобы она грела побольше получше насос системе я вижу он присутствует вот знаете со следующим ремонтом то есть когда вы уже захотите сделать следующий ремонт можно сделать уже как бы новую систему отопления то есть там спрятать все все трубы в стенах чтобы это выглядел еще и эстетично здесь у нас окно также открывается вот для проветривания и также у нас установлены решетки это замечательно так сейчас эта камера немножечко о чтоб осветлилась вот такая большая площадь у вас есть все что угодно здесь можно придумать качестве гостиной конечно подойдет замечательно еще одну розетку вижу здесь здесь у нас выключатель ну а здесь у нас друзья по-моему двойная дверь да да двойная дверь это у нас выход на террасу вот показываю тогда все мы с вами вышли на террасу это конечно очень хорошо а сейчас я не закрою да сейчас друзья извините за качество картинки все закрываю дверку и продолжим дальше одной рукой тяжело большая комната просторная можно честно говоря на 2 поделись если есть необходимость все идем далее дальше у нас будет второй этаж поднимаемся на второй этаж как я пошутил вся жизнь на втором этаже на самом деле собственно не горит вся жизнь у нас здесь мы уже привыкли здесь для нас удобно уютно и там поваляться на диванчике здесь телевизорчик посмотреть и так далее металлическая лестница стену нас также выложена плиткой а вот дальше стены все пошпаклеваны и покрашены то же самое и потолок вот здесь видим пошпаклевана все сделано хорошо вот такая красота вот такой вид с этого ракурса на вашу кухню металлическая лестница поднимаемся и у нас будут двери тоже из дерева все покрыто лаком друзья то есть как бы освежить можно менять ну как захотите в принципе они достойны достойном состоянии если в будущем захотите просто там более современные пожалуйста это можно сделать ну что друзья для начала вот такой огромнейший огромнейший коридор и вокруг все комнаты то есть у нас все комнаты друзья изолированы это конечно большой плюс сразу при входе у нас находится радиатор почему он здесь находится сейчас объясню вот это у нас центральный вход помните им показывал то есть отсюда можно зайти все у нас закрыто да то есть стеклом все закрыто то здесь уже будет как говорится но ветер не будет сильно задувать кстати вот про навес забыл сказать что прям на грестнице у нас навес из поликарбоната поликарбонат надо поменять да он папа повстречался с градом надо его поменять вот такой огромный просторный коридор друзья здесь высота потолка повыше сейчас я вам скажу сколько два метра шестьдесят восемь сантиметров 268 потолок у нас поклеен потолочной плиткой она такая серо-белого цвета под мрамор и хочу сказать друзья вот посмотрите каждый уголочек нигде ничего не отклеивается проблем с этим нету пожалуйста везде плентуса есть и напольные и потолочные напольные у нас деревянные по старинке ну что давайте начнем наше путешествие по часовой стрелке как обычно заходим собственник говорит это у нас бытовка я такой смеюсь говорю это полноценная спальня тут и отопление все есть говорит да но мы использовали именно как бытовую комнату ладно друзья я буду рассказывать о ней как о спальне то есть полноценная комната значит ширина у нее три метра шестьдесят шесть сантиметр длина ну почти четыре метра и того 14 с половиной квадратных метров то есть еще раз бы это полноценная спальня телефонный кабель то есть если что интернет можно подсоединить как говорится по этому кабеля одну розетку вижу здесь вторую в этом углу и третье вот она там за столиком как раз присутствует еще раз объясняю что люди на чемоданах поэтому здесь практически не будет нету мебели когда заведете свою комната очень сильно при преобразится потолок у нас также поклеим потолочной плиткой еще раз объясняю что нету никаких щелей там швов там целых и так далее не по мнению не отклеивается плитка не падает гвоздями не прибита и так далее как некоторых домах вижу обои понятно можно поменять по своему желанию трубы отопления здесь и здесь у нас вот уже пошли металлопластиковые окна окно на две позиции открывания давайте покажу москитная сетка присутствует пожалуйста вот жучок как не может попасть дом вот по откосом откоса надо делать в каком плане просто пошпаклевать хорошо тут видите паутинка небольшая как есть по старой шпаклевки вот нужно конечно на сознанием дело лучше пригласить конечно мастеров потому что видите вот как бы уже не знают старости или просто состав другой был пошли небольшие трещинки здесь у нас получается пластиковый подоконник мертвая муха и чистые чистые откосы то есть не плесени не грибка ничего такого нет отсюда у вас вид открывается на соседский дом подглядывать за ними вот такая комната кстати смотрю вентиляционный канал есть вот у нас наверху здесь у нас есть возможность там читать компьютерный уголок поставить что угодно друзья комната по площади настолько просторно что здесь спокойные шифонеры и компьютерный уголок и кровать поместь даже 2 спалка по месяца без проблем на полу у нас получается сейчас я гляну да так да тут дсп и после этого уже постелим ковролин вот такая комната все друзья идем дальше идемте дальше а тут вот интернет есть да видимо по телефонному камеру его в первый раз не заметил надо вай-фай раздачи идет опа здесь у нас чисто хозяйственной комнаты давайте посмотрим кладовая на втором этаже тоже есть пожалуйста вот этот стеллаж остается насколько я понял я спросил мульда останется здесь на стенах поклеен обои то есть все туалетной принадлежности запаса шампунь и все здесь можно хранить пилесос и так далее здесь есть розетка то есть если будете пылесосить очень удобно бетонные плиты у нас подозвать как бы основание здесь у нас постелим линолеум трубы отопления также здесь присутствует еще раз говорю вот с будущим ремонтом все это можно убрать проштробить сделать пластиковые трубы внутри стен и просто радиаторы красивые металлические радиаторы здесь у нас розетка я вам показал а вот тут у нас уже сам нет не санузел ванны туалет раздельно у нас вот так вот давайте общий вид покажу пластиковая плитка на потолке красиво сделано от стены у нас плитка кафельная радиатор отопления чугунные на полу нас полу тоже выложена плиткой из сушилка пожалуйста место для стиральной машины здесь у нас раковина ну и ванна кстати кранирована ванна тоже кафельной плиткой есть окошки для того чтобы там долезть до кранов для коммуникации и так далее вот так выглядит у нас ванна вентиляционное окошко вижу пожалуйста есть тоже это хорошо да здесь не вижу никаких признаков гнили плесени ничего такого даже близко друзья нету освещение вот она лампушка у нас тут хорошая площадь свободно все пожалуйста ну и далее его величество туалет здесь у нас тоже видим на полу плитка на стен стену тоже выложены плиткой и также есть вентиляционное окошко здесь вообще нету плохих запахов друзья потолок потолочная плитка вот запах и очень приятные сделано все видите по уму не пахнет не воняет ничего плохого нету на стенах у нас как я вам говорил поклеены обои потолок у нас по шпаклевым покрашен две люстрички есть идем далее на мой взгляд да здесь освещение маловато то есть нужно что-то по ярче ну еще раз говорит а мой личный взгляд далее деревянная дверь уже со стеклянной вставкой до нужно будет выронить их немножечко это уже у нас пошли жилые комнаты друзья вот такая спальня вот чем она хуже той бытовки да мне кажется полноценная таком это так ну что давайте по площади вас сориентирую потолок вы уже знаете 268 по площади по длине ой извините каюсь по длине а 4 метра 78 сантиметров по ширине от 3 метра и того 14 8 квадратных метров почти 15 квадратных метров как я вам говорил видите да чемоданное настроение то есть люди уже собрали вещи уже все практически перевозят вот постелен у нас здесь ковролин очень удобно приятное тепло для ножек на стенах и потолке поклеенные обои тут вот обои под покраску очень удобно если что можно сразу валиком и освежить хоть другой цвет хоть и тот же самый пожалуйста а по высота еще раз буду позволять если что сделать натяжной потолок если захотите насчет мебели еще раз напомню узнавайте по телефону одну розетку я вижу здесь вторую розетку вижу здесь ну и третья розетку у нас вот здесь это хорошо розеток достаточно далее у нас окно окно у нас тоже выходит на соседскую территорию вот окошко на две позиции открывания москитная сетка присутствует откосы по шпаклеваны вот покрашен труба отопления прямо под окном все друзья давайте вот теперь отсюда так подому вверх покажу хороша по площади спальня очень хорошей идем далее так что у нас здесь друзья догадались догадались честно так здесь у нас выход на балкон кайфонем кайфонем есть освещение пожалуйста здесь можно сделать до чистовой пол забетонировать аккуратно выложить плиткой как вы уже захотите в любое время года собственник говорит у меня жена вышла повесила белье все под навесом навес из металлопрофиля такого мощняцкого вот сама конструкция вот ограждение все металлическая площадь вы видите немерено на на ширину всего дома и отсюда конечно вот такие вот приятные виды то есть можно посидеть отдохнуть чай кофе хоть зимой можно кстати да если что и закрыть как ну мне кажется лучше всего когда открытый балкон виноград у нас тянется розетка есть пожалуйста и музыку послушать все остальное давайте вот покажу отсюда вот так вот вот такая красота так что друзья да здесь у вас сад вид на сад конечно зелени много это здорово вот такой прекрасный балкон у вас есть идем в дом продолжаем наши домашние съемки сейчас друзья открываем далее у нас будет еще одна спальня вот такая вот на стенах у нас тоже покрыть сейчас секундочку закроем наш шнур сюда интернет проведем так здесь у нас получается на стенах поклеены оболи по длине эта комната у нас будет 5 метров по ширине по ширине 3 метра итого 15 и 8 квадратных метров полуна здесь он вижу по моему либо dsp либо dvp друзья сейчас все покрашено очень тяжело здесь будет определить по моему dvp есть не ошибаюсь картон прессованы ну и постелем уже у нас ковролин потолок поклеены обои под покраску не обращайте внимание вот на эти моменты это не проливало это просто так по штукатуре на и говорит здесь немецкие тонкие обои сразу все просвечивается других комнатах такого не это просто решается либо натяжным потолком либо штукатуркой более ровной да и уже там как говорится заново поклеить обои окно выходит тоже на соседскую территорию она открывается на две позиции откоса надо шпаклевать красить пластиковый подоконник большой чугунный радиатор вот двойная розетка у нас здесь находится розетка там и еще одна розетка вот здесь вот так давайте проведу уже практически пустые комнаты то есть собственники подготовили дом к продаже вырезали все самое не нужно можете хоть завтра заселяться и еще один раз отсюда на прощание так вид как то так идем далее так сейчас друзья другую сторону косячник да здесь надо все переделать иначе это порвется и до свидос будет телефон и кабеля розетка нужно будет поправить ее еще одна спальня это уже четвертая у нас по счету ну что давайте немножечко так вот подумаем покажу на потолке также поклеены обои под покраску на стенах тоже обои кстати вполне такие приятные красивые листочки текстуры кое-где отклеилась это потом уже вы все равно под себя свои обои точно поклейте правда по длине 5 метров по ширине 358 18 квадратных метров сейчас я покажу отсюда панорамы в левом углу у нас сплит система находится дальше у нас окно также выходит на соседскую территорию здесь у нас получается радиатор отопления большой здорово как всегда одна розетка здесь одна розетка здесь и 1 вот в том углу то есть по три розетки на комнату у вас есть вот такая красота окно на две позиции открывания откосы также надо шпаклевать и красить но нечистое окно чтобы вы видели друзья они чистые то есть грибка здесь нету все сплит системы обе доме 200 при системы они обе остаются вот такая комната ну и остался у нас еще наш дружбан-зал посмотрим его и на этом буду закругляться дермодион все вот он наш красавчик так что у нас по площади давайте сразу болтаюсь отобьюсь точнее 5 метров по ширине и по длине у нас 466 и того двадцать три с половиной квадратных метров все здесь у нас также до двп дальше ковролин постелем на стенах поклеены обои до их можно поменять сейчас есть более приятный красивый сплит система есть также розетка вижу там есть розетка здесь есть розетка то ну хорошо розеткам хорошо три розетки также вот такая комната по потолку здесь у нас потолочная плитка поклеена также еще раз хочу обратить ваше внимание друзья ничего не отклеивается и есть два окна оба окна у нас выходят на улицу вот это окошко открывается причем там есть сейчас покажу форточка форточка есть это интересно здесь на одну позицию ну да если есть форточка смысл ноги вот форточка и окошко тоже открывается все то же самое пластиковый подоконник чугунный радиатор откоса надо как говорится шпаклевать покрасить второе окно у нас уже полноценно открывается да здесь на одну позицию да да вот я вижу третья петля на одну позицию пожалуйста также проверьте сейчас делают продаются фиксаторы просто привинтить сюда и можно также открывать получится как бы на две позиции пластиковый подоконник радиатор чугунный вот розетка сейчас просто стало светло камера бедно все затем вот как-то так друзья показываю большой зал огромное и место есть видите для телевизора огромнейший диван просто чека 34 спокойно поместится так я имею ввиду поваляться внутри точно сприт система она тоже остается все друзья все комнаты в этом доме я вам показал все что снаружи тоже показал если будут какие-то вопросы прозвоните собственнику дорогие друзья уважаемые подписчики мы с вами посмотрели дом вкратце такая общая информация дом расположен курганинске улица тополина 27 номер телефона собственника будет указан в описании по площади 195 квадратных метров площадь участка 8 соток также внизу в описании к этому ролику будет указан номер телефона и ватсап нашего менеджера эльвира дерновой это наш сотрудник нашего агентства вдруг вам не удается дозвониться до собственника звонить эльвире она с удовольствием как говорится закон тачит вас поможет вам как можно быстрее как говорится созвониться собственником решить все вопросы которые у вас появятся если этого если вам этот дом понравился еще раз говорю друзья телефон собственника телефон менеджера будут указаны в описании звоните простите если друзья вам хочется дом чуть поменьше чуть побольше с другим ценником звонить эльвире там в другой части краснодарского края старопольского края в ростовской области эльвира с удовольствием поможет вам найти дом вашей мечты вкратце скажу друзья что база домов у нас сейчас вот таких видеороликов обширных подробных это более чем три тысячи каждый день это количество увеличивается друзья то есть когда вы заключаете с нами договор вы можете рассчитывать на то что все это богатство в вашем доступе то есть открывается доступ вы можете смотреть любой дом в любой точке краснодарского ставропольского края там ростовской области и так далее это вот так вот такой плюс когда вы приедете друзья ну допустим там с севера в сибири как говорится в наш солнечный краснодарский край или ставропольский край даже хотим сразу сказать друзья не почувствуйте никакой головной боли знаете почему потому что оформление всех документов организация возьмет на себя то все что вам нужно будет сделать это поставить свой замечательный автограф а вот отдать денежку получить документы и вселяться уже в новый домик а для тех кто хочет продать свое жилье друзья также к вашим услугам youtube канала николая сомсика у нас их три канала да но вот основной канал николая сомсикова друзья больше чем 315 тысяч подписчиков просмотр ролика вот за год просматривают от 1 до 2 миллионов людей то есть это ваша аудитория потенциальные покупатели если вы хотите быстрее как можно быстрее продать свой дом друзья обращайтесь наше агентство обращайтесь к эльвире а вот приедут наши операторы сделают прекрасный обзор вашего дома мы это выложим все на канале на сайте агентства недвижимости титул соц сетях одноклассники вконтакте тик ток фейсбук инстаграм-страничка телеграм-канал все все эти площадки они настроены на то чтобы как можно быстрее помочь вам продать ваш дом даже если этот дом в глухом поселке друзья последний случай вот за за себя лично могу сказать в поселке жило 200 человек это ставропольский край где-то там вот на краю вселенной 200 человек жила проживает жил похоронил уже вот там значит только фельдшерский пункт магазин и детский сад то есть школа за 7 километров вся цивилизация начинается где-то километров через семь зимой снимал ролик мы продали этот дом за три недели дом в другом поселке рядом с беловеченском где другие агентства недвижимости просто шарахались дом за пять с лишним миллионов да еще в поселке кто поедет в поселок друзья мы продали за два дня два дня ну что дом хороший так же как и этот дом в этом доме кстати ну отрекламился отрекламился в этом доме друзья у нас на первом этаже большой гараж четыре машины спокойно войдут у нас есть получается вход сразу в дом есть центральный вход есть вход через гараж если зайти через гараж вас напрямую попадаете в кухню вот дальше есть еще огромная огромная гостиная вот там котел как бы в углу скромника притаился но факт это прекрасная гостиная так же и кладовая дальше если подняться на второй этаж там будет просторный коридор туалет ванная выход на балкон зал большой просторный зал четыре спальни друзья вот я сейчас рассказываю вспоминаю хорошего такие хорошая площади спальни так что друзья для большой семьи это дом самый раз оптоволокно по этой улице проходит дорога гравийная но через 500 метров начинается асфальт еще раз горит а спальный район то есть это меня даже радует что это вот как бы не сильно проезжая улица вот что будет если будет асфальт гонщики прибавятся то есть собственно говоря здесь даже детям удобнее гулять дом капитальный по фундаменту я вам все рассказал по стенам крыша шиферах в хорошем состоянии высота потолков достаточно забор такой капитальный кирпичный ворота въезд гараж сразу же то есть замечательно друзья постройки там есть и курятники есть и туалет и душ то есть друзья все это к вашим услугам хороший земельный участок так что я думаю мимо вас этот дом все-таки не пройдет если не не сможете потянуть именно ну по сумме то хотя бы понасладить насладитесь да просмотрев этот фильм надеюсь вы получили как говорится удовольствием посмотрев какие дома есть у нас на юге как живут люди на юге все друзья я на этом буду закругляться основную информацию я вам предоставил еще раз хочу сказать что в описании будет указана площадь стоимость дома площадь земельного участка номер телефона собственника номер телефона менеджера ватсап ссылки на все наши рекламные площадки переходите подписывайтесь получайте море полезной информации я на этом с вами буду прощаться спасибо что досмотрели нас до конца надеюсь хватило и чай и кофе и плюшечек вот будем встречаться и дальше будем смотреть дома и в других местах и с другим ценником так что присоединяйтесь будьте всегда на связи подписывайтесь на наш канал поддержите нас пожалуйста своими лайками они нам очень и очень помогут если не если не сложно пожалуйста напишите свой отзыв то есть понравился вам дом не понравился вам дом нам будет этот отзыв очень полезен прощаюсь с вами улыбайтесь почаще друзья дам наше суровое время не болейте до свидания